В четвертый час ночи трое молодых людей приехали на автомойку не с чистыми помыслами. Они на ходу перебрасываются парой фраз, обсуждают последние детали преступления, план которого разрабатывали не один день. На само ограбление у подельников ушло 45 секунд. И вот они выбегают с автомойки с увесистым чемоданом. Запрыгивают в черный седан, мотор они не глушили и быстро уезжают. Спустя еще полминуты ошалел от произошедшего мойщик, выходит на улицу. Понимает, что опасность миновала и возвращается за телефоном, чтобы позвонить в полицию. По словам потерпевшего, по месту его работы в помещение автомойки на улице Верхние Поля вошли трое неизвестных мужчин в масках. Избив молодого человека, неизвестные похитили сумку-чемодан, в которой находились деньги на оплату аренды помещения мойки и скрылись на иномарке темного цвета. Ущерб составил 500 тысяч рублей. А это уже другой район Москвы. Молодые люди возвращаются домой, в руках тот же чемодан. Весь их путь от места преступления до квартиры по камерам видеонаблюдения отследили оперативники. Двое из троих подозреваемых были задержаны. Работаете? В чём я работаю. А за что сейчас задержан? Общаясь. Этот задержанный немногословен. Его приятель более общительный, но свою словоохотливость использует для оправданий. Вы не знаете, за что вы задержаны? Говорит, даже алиби у него есть. Он был дома и болел. Оперативники информацию проверили. Алиби не подтвердилось. Сейчас полицейские разыскивают третьего подозреваемого. Он скрылся и, похоже, прихватил с собой похищенные полмиллиона рублей. Очевидно, что действовали налётчики по наводке. Ведь таких совпадений не бывает. Кто-то сообщил им, что арендатор будет платить наличными и до утра деньги будут храниться в помещении автомойки. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Марсель Нургатин, Арсений Ларёхин, Петровка, 38.